5 самых рисковых и отчаянных знаков зодиака. В жизни каждого человека присутствует элемент риска. Иногда это незначительные риски, например, жаться в переполненном метро, когда двери закрываются. В других случаях риски более значительны, например, решение о перемещении в другой город. Когда выгода перевешивает потенциальные потери, риск может быть разумным решением. Однако некоторые люди стремятся принимать риски, находясь на грани безрассудства, в стремлении ощутить адреналин и эмоциональные подъемы, что может привести к непредсказуемым последствиям. Некоторые психологи утверждают, что рискующие люди обладают более высоким интеллектом, чем осторожные люди. Однако это не означает, что принятие высоких рисков всегда является лучшим выбором. Кстати, интересно узнать, какие знаки зодиака считаются самыми отчаянными и не боящимися вызовов. Близнецы. Близнецы проявляют непоследовательность в своих решениях. Иногда они могут быть слишком поспешными и рискованными. Например, если близнецы не удовлетворены своей текущей работой или жизненной ситуацией, они могут решить резко бросить все и переехать в другой город или даже страну. Это может быть опасным решением, но близнецы готовы рискнуть, чтобы достичь своих целей. Если вы родились под этим знаком, важно тщательно обдумывать свои решения. Спешка может привести к нежелательным последствиям. Если не проявить осторожность. Лев. Львы наслаждаются радикальными изменениями в своей жизни. Они родные лидеры, не боятся брать на себя ответственности и идти по неизведанным путям. Если никто другой не готов рисковать, лев будет первым, кто встанет и сделает что-то непредсказуемое. В свободное время львы, вероятно, захотят испытать адреналин, мотоцикл, парашют, банджи-джампинг. Они любят острые ощущения. Если вы лев, помните, что храбрость и отвага ценны, но не забывайте о мире. Иногда риск может быть слишком опасным и не стоит его принимать. Скорпион. Скорпионы являются смелыми и изобретательными. Они считают, что все риски заслуживают их внимания. Им нравится экспериментировать и не придерживаться шаблонов и стандартов. При принятии решений Скорпион руководствуется уровнем волнения и энтузиазма. Они не боятся опасных ситуаций и достаточно храбры, чтобы искать новые возможности, даже если они сопряжены с рисками. Если вы Скорпион, помните, что существует тонкая грань между мужеством и безрассудством. Смелость поможет вам принимать смелые решения, но они не должны быть глупыми. Стрелец. Стрельцы обожают приключения и всегда выбирают более авантюрные пути. Для них новые эмоции являются способом обучения, и они считают, что на самом деле им нечего терять. Это тот тип людей, который часто рискует всем. Им нравится играть с огнем, чтобы узнать, как далеко они могут зайти. Даже зная об огромных рисках, стрельцы всегда будут идти на риск, чтобы потом не жалеть, что не попробовали. Если вы родились под этим знаком, помните, что ваше стремление к приключениям впечатляющее, но риски не всегда стоят того. Некоторые вещи могут показаться забавными на данный момент, но они также могут превратиться в плохие решения, если вы недостаточно осторожны. Водолей. Водолеям тоже не чужды риски, хотя они могут уклоняться от них. Если этот знак считает, что его несправедливо относятся на работе, то он точно не промолчит. Водолей – истинный индивидуалист, и это означает, что он не боится делать то, что другие могут считать слишком смелым. Ему нравится пробовать новые вещи, и он считает, что риск является лучшим способом продвигаться вперед. Если вы водолей, будьте достаточно смелыми, чтобы искать альтернативные рискованные пути, это действительно замечательно. Однако не забывайте рассчитывать потенциальные затраты и осознавать, как эти риски могут повлиять на ваше будущее. В резюме, можно отметить, что все знаки зодиака имеют свое уникальное отношение к риску. Близнецы и скорпион склонны к более рискованным действиям, в то время как лев, стрелец и водолей тоже не боятся принимать вызовы и идти на риск, но могут быть более осторожными в своих подходах. Принятие рисков может привести как к позитивным результатам, так и к негативным последствиям. Поэтому важно найти баланс между смелостью и разумностью при принятии решений. В конечном итоге, каждый человек сам ответственен за свои действия и должен тщательно взвешивать плюсы и минусы перед тем, как рисковать. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.